Я хочу про речку сказать. Дело в том, что река-то большая была, и ведь она до революции, на самом деле, она была судоходная. Здесь ходили теплоходы. Теплоходы ходили даже. Извините, Александр, перебью. Раньше ее чистили. Как тебя зовут, извините, Михаил. Миша, очень приятно. Ее раньше чистили. Вот я ему тоже говорю, что чистили реку, да. А сейчас она стала как-то безысходной, такой, что она не нужна. Раньше были сплавы. Здесь гонки, гонки, гонки. Мы снегры плавили. Очень люди страдали многие, потому что гонки, когда бывало... Ну, дети же маленькие все, упадет между бревен, может прижать там, потом утонуть, может, да. Река глубокая была, вот здесь ямы были, которые здесь люди тонули. Ямы до сих пор остались, но вот одни и детские... И когда смотришь, вот у меня еще наблюдение, Миша, ты знаешь, я просто... Мне интересны именно наблюдения, которые свои. Что раньше лодок, весь берег были, лодки сплошные, не было. Вот это, заросшего, вот этого берега не было. Сейчас вот где найти лодку. А вон одна там стоит. Одна есть. Ну, одна, но здесь весь берег были лодки, ребята. Весь берег, по всему берегу были лодки, да. Да-да, было. И все, тогда же водопровода не было ничего, поэтому все ходили, стирали. И сейчас только одна еще осталась. А он говорит, нет, наверное, да стирают, конечно, сейчас. Стирают, стирают, конечно. Вода же, удобнее же стирать, правильно, здесь? Попробуем. Дальше вот здесь вот, ну, наверное, помните, не помните, ну, вы меня моложе значительно, поэтому, наверное, знаете. Здесь же был, вот где вот это они памятник поставили, здесь поставил трамплин. Был. Трамплин был. А ты помнишь, да? Высокий трамплин. Это о чем говорит? Вы знаете, о чем говорит, о том, что мы моложе вас, но нам передали старые, так скажем, дорожители. Да-да-да. Этих времен, этих земель. Ну, это говорит о том, что люди спортом занимались. Это трамплин. Да, потому что весь город был на трамплине. На трамплине, весь город на трамплине. А сейчас никто не занимается, поставили памятник. Его убрали, создали совещание, что убираем, он уже ветхий. Ну, да-да-да-да, а денег уже построить такое сооружение колоссальное, уже денег нет. Ну, памятник сделали. Памятник вот опять Игорю говорю. Ну, мы часто тоже о политике снимем. Это нормально, когда люди говорят о политике, это нормальное явление. Мы можем еще говорить, я считаю, пока. Ведь до революции, смотришь, Брагал, Зайфрон, когда энциклопедия, в Усть-Ужне, на что-то на 5, на 6 тысяч населения было 13 церквей было. 13 церквей. 17 было, Парайеда. 18, даже 18, 18, 18, да. А в годе 13, в годе 13. В какие годы вы судите? До революции, говорю. До революции. У меня бабушка родила в 99-м году, позапошлый век. А вы можете по пальцам, где они находились? Так я сейчас скажу. Вот это, вот электростанция, я ее застал. Вот эта церковь одна, вон она торчит. Вот я даже Игорю рассказываю. Это электростанция. Объектив невозможно развернуть, да? Можно развернуть объектив? Ну, мы потом снимем еще отдельное. Мы говорим о теме. Вот кирпичное здание, это была церковь. Кирпичное здание, да, она заброшенная давно. Я к чему говорю, что в 13-м году еще до революции, не, извините, этот город красавец был, потому что было церквей колоссальное количество. А почему сейчас не сделают так, чтобы он был красивым? Почему? Ну как я... Правительству набирать? Ребята, вы понимаете, это само собой, это понятно. Туристическую линию открытия. Да потому что мы живем не так, как надо жить вообще, не так, как вся Европа живет. Во-первых, мы европейцы, считай, мы должны с Европой быть. Я считаю себя европейцем. Я считаю себя европейцем. Нет, они себя сохраняют... Конечно. А как вы к России относитесь? А? Если вы считаете европейцем, как вы к России вообще в глубинке относитесь, в ваше отношение личное? С любовью и уважением, а как же иначе-то? Не смотря на Европу. Так Петр Первый погрубил окно в Европу, честно говоря. А как, если я в Питере живу, извините, как я относиться должен? Конечно, с уважением, с любовью. Мне душа болит за это, за глубинку. В Питере, мне кажется, тоже многие начинают уже угнетать. Вот вроде бы культурный город угнетать культуру. Ну, отнимать, помаленьку отнимать. Беда заключается в том... Потому что фонтанка вся забросана зимой, когда она замерзает. Фонтанка? С этими шампанскими бутылками, там еще что-то. Мишурой и всякое вот это пакет. Это после праздников все. Ребята, я вам хочу сказать. У меня приятели Женя Драбки, но он один главный клавишник наш, Питерский, но он давно уже живет в Штатах. У меня много в Штатах людей живет. Когда вот мы с Игорем как раз с ним ездили по фонтанке, летом когда ездили, он в шоке был. Потому что у них представление... Раньше Питер был у меня, извините, ни рекламы, ничего не было. И то же самое в Усть-Ужне. Извините, я приезжаю сейчас. Ведь, вы знаете, здесь было всего 5 или 6 магазинов. И когда хлеб надо было покупать, вот, скажешь... Искали, а, там хлеба нет, вон там хлеб. Я еще раньше тогда могу рассказать тоже, потому что этого мало кто знает и помнит. Когда вот на этой главной улице, тогда еще не было ни асфальта, ничего. И вот подводы с лошадьми там стояли. Хлеб. Дело в том, что коров нечем было кормить. И поэтому хлеб закупали, вот подводами закупали хлеб. Потому что в деревнях, близлежащих, в Романьково туда и дальше. Дальше. Коров еще гоняли по улицам коров. Гоняли. Гоняли. Сейчас, я смотрю, наверное, уже никто не гоняет. Нигде, наверное, уже есть. Нет, нет. Сейчас уже нет. Нанимали пастуха. В деревнях, естественно. А здесь, а здесь, вот, здесь уже горов не гоняют. Такая мелочь, ребята. Вот, ребята, занимаются косилкой. Вот, смотрите, я еще музыку делаю. Крусят газоны вот эти вот все. Вот, набережную. Хотя бы вот этим занимаются маленько. Ну, да, да. Дороги вот в порядок. Мы же, обратите, мы специально пошли, думаю, хотя бы мы протопчем. Ведь дорожка-то была протоптанная. Просто люди гуляли. А сейчас люди не гуляют, а сейчас люди не гуляют. А ведь это самое красивое место. Река. Вы идете повыше, там повороты. Там получше. А мы сейчас на кладбище. А хочу к бабушке сходить на кладбище сейчас. На Васильевске. Ну, как там оно одно, вот, это лыжное кладбище. Ну, да, да, наверное, так. Вот такая мелочь, хочу вам сказать. Вот у меня песня есть. Первые мои воспоминания здесь этого рожа. Вот я, то, что, ну, знаете, когда человек рождается, то, что он видит. Где вы жили Александр Хлениак? Вот на Короле Липних-то, раньше она называлась. Веселов, а Веселов он на Улу там жил. Я даже ребят этих, ну, знал. Там Генка Моисеев, он застрелился. Ну, это очень давно было. Это много лет уже, 50 лет почти прошло. У меня 69 лет. Ну, пью, потому что вино хорошее пью. Не пью, Сувакоспой, пью хорошее. Ну, конечно, я вам свое не предложу. А? А вы мне своим не угостите. Нет, так у меня нет. Я такой, мы такой... Я говорю, я вам свое не предлагаю, а вы мне своим не угостите. Нет. Ну, у нас просто нет. Мы просто идем, мы пошли на кладбище сходить. Вот вы знаете, первые воспоминания какие, вот тоже, вот, какой. Это я просто говорю свои, вот. Мы недавно, я в Шхеры едем, на Ладожское озеро, там потрясающе красивое. Там, вот там, кстати, почти ничего не изменилось. Шхера, мы только людей побольше. Я верю вам. Людей побольше стало, так как, ну. А так, на самом деле, город колоссальный, многомиллионный. Какой? Санкт-Петербург, Питер. Нет, вы про озеро говорите. Ладожское озеро. Так я знаю, это... Шхеры. Шхеры, это Приозерск, там, в районе Приозерска, и дальше Туадав-Лама, туда, по западному берегу. А, Карелия. Карелия, да, Карелия, туда. Мои первые впечатления, у меня песня даже этому посвящена, это, вот, ну, она одна такая только песня. Воспоминания первые мои поют, как знаю, теперь уже, петухи, потому что ребенок не понимал, что это петухи. Сейчас петухи не поют. Вот мы сегодня проснулись. Поют в Лентьево. Ну, поверьте, да, заколебывают. Мы приезжаем на работу в Лентьево. Только... А где здесь Лентьево? Здесь Лентьево? Нет. А, Лентьево, Лентьево поют. Лентьево я знаю, да, я знаю. По работе, вот, и там петух заливается, ну... Ну, Лентьево маленькое, как издеваются. Лентьево, это самая большая деревня Утюжевского района. Деревья, да, да, я понимаю. А не Жалявово? Нет, Жалявово поселок. А, поселок, да. Да. Жалявово поселок. Да, да. Я знаю, Лентьево, я на Байдарке прошел всю Малогу, до этого, почти до Весьегонского. Ну, это давно уже, лет 30-40 лет. Вы плывали откуда? Пока боже. Из Пестового, из Пестового. Ну, нет, значит, вы не всю Малогу прошли. Ну, не всю, ну, естественно, не всю. Не, ну, да, ну, конечно. Потому что Малога очень большая река. Ну, конечно, нам удобно просто. Вы поймите правильно, я еду, Байдарк Александр Травин меня, Александр Травин, вот. Александр Травин, да, просто, да, написать, да, где угодно, ВКонтакте, везде, везде, везде. А Трава, Трава, это на НТВ. Александр Травин. Это другие, это другие. А, Игорь Мониченко. Там есть еще два из самых Светтравинных. Я не занимаюсь видео, я не знаменит. А там автоюрист один есть, совершенно верно. И два известных Травина. Есть Дмитрий Травин в Питере, у нас это журналист. Там в Санкт-Петербург, прописано ли, у тебя закрытая страница. Нет, 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 нет. Друзья. Мы друзья, мы в Котебеле с ним познакомились. Ну, я не публикую ничего для мира. Можно личный вопрос? Да, да, пожалуйста. Для камеры. Почему у вас длинные волосы? А он меня тоже спрашивал, почему длинные волосы? И он, это нормальный вопрос, ребята, можно вообще на любые вопросы отвечать. Ну, почему у тебя грудки волосы? Нет, нет. Он правильно говорит, вообще-то, по большому счету. Я тоже мог бы спросить, но я не спрашиваю, почему короткие. Я могу объяснить. Да. Я могу объяснить. Я тоже могу объяснить. Ну, я сделал первый вопрос. Да, 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 Миша, конечно. На камеру можно? Конечно. Да, конечно, на камеру я говорю. Я тогда главную причину не назвал, еще третью причину. Он меня тоже спросил буквально позавчера. Саша, а что ты длинные волосы? Хотя я его знаю уже лет 15. Вы начинаете примерно уходить от ответа. Нет, нет, я... Можно четкие ответы? Да, нет, нет, нет. Ну, четкие, но я тебе скажу. Первое, что в те времена, когда я учился... Какие годы? Когда, ну, я вот, мне 69 лет, вот, и считают. Когда Битлз, когда появился Битлз, вот эти, Роллинг Стоун, когда появились вот эти музыканты, весь мир. Совершенно, они все были, тогда назывался там глон-рок, тогда они красивые ребята выходили, а мы не могли... Джинсы были, джинсы стоили... Две зарплаты надо было заплатить, чтобы хорошие джинсы купить. А как рок-музыкант, а я музыкант, я клавишник вообще, как, ну, я был. Как может музыкант выйти, извините, вот, я пойду в это... Это мы сейчас ходим, это нормальное явление. Ну, тогда военная кафедра была, военная кафедра, и нам не разрешали. Ну, кто-то приобрел... И вы решили, извините, перебью, вы решили по эпохе остаться. Миша, не только поэтому, не только. Это одна из причин, я назвал. Первая причина, да, мне, потому что... Это первое. Второе, я вообще, я доцент. Я преподавал, всю жизнь преподавал доцентом в двух вузах, причем. У меня возникли эти профессора. Я достиг того уровня, что мне плевать, он правильно говорит, какая разница, какие волосы у тебя длинные, короткие волосы. Это никакой разницы не имеет. Я был ученым в старнем Дома ученых, это на набережной, на Дворцовой. Я ходил туда, в джинсах ходил, и в кроссовках ходил туда, прям. Я имел, хотя там только кандидаты на луку. Я туда ходил вот так, длинными волосами, у меня совершенно нормально. И в вузе, я уже в вузе, сейчас не работаю, работаю в вузе. И третье, одно и самое главное, когда я работал, я все-таки еще зарабатывал доцентом. Я зарабатывал, как примерно зам главного инженера завода, такой уровень зарплаты хороший, высокий был. Когда я уходил в 2005 году, кажется, зарплата была, вот как бабушка, корзинки собирает такая. То есть сейчас наука не нужна никому. То есть наука, у нас в государстве вообще почти никому ничего не надо. Я не курю. А я тоже не курю. Нет, он не курю. Не надо. А прическу-то делать дорого, это деньги. Можно курить камеру? Да, пожалуйста, конечно. Какая разница, нормально. Реклама-то, ваще, какая разница. Нет, 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 просто курение сейчас не реклама. Сейчас должно... И вот, короче говоря, вот, экономия, большая экономия. То есть я хожу, мне не надо, я, как и есть, я естественный. Я такой естественный. Мне маме, когда я был маленький, нравились, у меня были длинные волосы. Волосы растут, у меня даже седых волос нет. Чего мне стесняться-то? Нормально, волосы растут. Брови у вас седые, я уже вижу, что вы ничего не делаете. Брови, да, уже начинают виски чуть-чуть. Ну, мне 69 лет. А чем блеете? Каким станком? Да, с ручным, ручным. С ручным, ручным. Ну, не спутник. У меня просто уже из-за возраста, по-видимому, щетина, она такая, что ее даже лезвие не берут. Конечно, возраст, оно свое берет. Да, 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 конечно, берет, здесь никуда не денешься. Вы знаете, я одного ленинграда знал, но он уже блокадник. Он уже лежит в могиле, вот, ничего не умоляет, не мог приехать, да, допустим, там, все, положить цветы и все. Он мне, знаете, как историю ленинграда преподал, просто душевно. Ну, конечно. Когда вот... Я тоже, я же родился. Я еще застал участников, это, ну, штурма зимнего застал. Конечно, час есть. Да нет, ну как штурма зимнего участники, как они могут быть, это уже сколько лет им должно быть тоже. Это больше 100 лет, таких нет участников. У меня тетя, которая здесь жила, Травина Галина Викторовна, она врачом была здесь. Она умерла, значит, недавно, ей 101 или 102 года было. Она участница войны была. Таких людей не осталось просто, вот. И вот она, я про нее хочу сказать. Да, что ты нашел? Вот канал Александра Травина. А, вот канал мой, да, Александр Травин. Мой канал, да. Вот мы сейчас на Ладоке были, вот это на Ладоке. Я, где мы бываем, я так это... Я же, поздравляю, верни нас с Александра Травина тогда. Это ВКонтакте или где? Это ВКонтакте. Это в Ютубе, в Ютубе, канал в Ютубе, да. И ВКонтакте тоже есть, Александр Травин. У него спокойная подписка или... Конечно, спокойная. Он только рад, это ему плюс. Ну, понятно, у меня более 10 тысяч. Да нет, меня не особенно не надо рекламы, просто более 10 тысяч подписчиков. У меня там 8 миллионов просмотров в этом Ютубе, много там. Смотрит... Выключай камеру. Да, да, хватит, хватит, правильно, да, больше не надо.